В эфире специальный выпуск актуального интервью в студии Лидии Ашулаева. Здравствуйте! Традиционно раз в месяц мы встречаемся с депутатом Петром Смирновым, чтобы обсудить самые яркие и значимые, на наш взгляд, события. Петр, привет! Здравствуй, Лида! Предлагаю поговорить вот о какой важной теме. Стартовал выбор территорий в рамках программы «Вам решать». И это очень важная вещь, потому что программа, в рамках которой реально каждый житель Сарова, если я все правильно понимаю, каждый абсолютно достигнувший 18 и не только с учетом новых правил, может повлиять на то, как будет меняться наш город. Расскажи, пожалуйста, подробнее о том, как поучаствовать, какие территории могут принять участие в этой программе и как мы можем повлиять на изменения благоустройства города. Во-первых, я скажу, что у нас вышло большое интервью, актуальное интервью с заместителем директора Департамента городского хозяйства Людмилой Николаевич Лепугиной. Она как специалист и профессионал именно с точки зрения Департамента городского хозяйства полностью описала все вопросы и ответила на многие вопросы, как раз в частности, кто, как, когда, в какой момент, что нужно делать и так далее, куда звонить и какие документы оформлять. Поэтому обязательно найдите наши социальные сети, посмотрите этот выпуск. Там вот точно полностью вся информация есть, может быть, нет там специфических деталей, да. Но вот если продолжать эту тему, то на самом деле очень интересная история у всего этого проекта инициативного бюджетирования вам решать. Это инициативное бюджетирование как раз в том ключе и двигается областью, правительством области, губернатором, что люди сами решают, на что потратить деньги. Вам решать – это продолжение темы с ППМИ. Проект поддержки местных инициатив. То есть вот он вырос, вам решать. Да. И действительно, перечень вопросов, которые можно решить за счет этих средств, достаточно обширный. Но вот надо, наверное, сакцентировать внимание на изменениях, которые в этом году, да. Особым приоритетом будут, я так понимаю, пользоваться проекты, направленные на массовый спорт, на создание общественных пространств занятий спортом, молодежная политика, то, что касается, да, вот создания неких общественных пространств для молодежи. То есть здесь правительство области, ну, будем говорить, подкручивает немножко, да, критерии отбора, потому что это все-таки конкурс, и ставит в приоритет вот именно эти цели. Задача не просто создания, там, наверное, дороги, дорогу построить, да, вот дорожное строительство, если раньше оно было как-то более приветствовалось, но, видимо, эти проекты уже в основной массе решены, и решаются за счет других фондов, например, дорожных фондов, муниципалитета или области, то вот как раз этот конкурс настроить на создание неких дополнительных общественных пространств, и, в первую очередь, со спортом связанных, это, конечно, можно только поприветствовать, здесь я вот вижу это вот такое целенаправленное движение в этом направлении. Но при этом рядовое, скажем так, благоустройство дворов, оно тоже не задвинуто, и в рамках этой программы можно свой двор благоустроить, построить площадочку, там какое-то красивое детство. Ну, вот в этом как раз и состоит, да, вот вопрос. Что меня, как гражданина, больше всего заботит, да, и то, обо что я, условно говоря, спотыкаюсь каждый день, да, там, благоустройство во дворе, там, какая-то дорожка пешеходная, которой нет, да, и приходится там где-то по грязи обходить или еще что-то там по газонам. То есть освещение, то же самое, да, ну, вот, например, еще вот программа, вот мы говорим, там, система инженерной сети, да, то есть у нас освещение – это инженерные сети, но в том числе можно и водопровод построить, например, в каком-то поселке, где его нет, жители могут собраться на сход и принять решение, что нам нужен здесь централизованный водопровод. Ну, в нашем городе это неактуальная как бы тема, да, но тем не менее, вся область участвует в этих проектах, вся область заявляет свои проекты, каждый муниципальный, там, район, город, поселок так или иначе принимает для себя решение, участвовать или не участвовать, выбирать проекты. Поэтому первое, вот, что касается непосредственно нас, и почему, собственно говоря, депутатов очень активно в это вовлекают, да, именно в подготовку документов, в работу с избирателями, с жителями, да, потому что мы, ну, будем говорить, на острие – это и проблема, да, люди привыкли обращаться к депутату в том смысле, что помочь, значит, где-то с благоустройством, небольшим благоустройством, где-то с точки зрения того, что подсказать, как правильно пройти этот путь, да, и сорганизовать. Да, и плюс я хотела сказать о том, что это официальный конкурс, и тут нужна документация правильная, оформленная, и вот тут, мне кажется, депутаты, которые в этом всем варятся, прям вот, ну, прямая и первая, и главная помощь для жителей округа. Да, и тут, понимаешь, получается такое двунаправленное сообщение, да, с одной стороны, есть администрация города, чиновники наши, да, департамент городского хозяйства, который обеспечивает процесс вот этой, да, документации, а с другой стороны, есть люди, которые, ну, как бы, может быть, не всегда сведущие в точке зрения правильности оформления, да, вот всех этих бюрократических процедур, и депутат, он здесь выступает неким мостиком, да, и, с одной стороны, он понимает, как работает система в администрации, и понимает жители, как их нужды и вопросы переложить в те или иные документы, поэтому здесь и жители обращаются к депутатам с той или иной проблемой, да, и за помощью, и администрация предоставляет все необходимые документы и разъясняет нам, да, как провести эту работу, как правильно все оформить, какие документы необходимы, и вот на депутате эта работа сходится, да, с одной стороны, достаточно сложный процесс, я знаю, потому что я участвовал несколько раз в поддержке местных инициатив, да. У тебя прямо реализованный проект. Да, это прямо реализованный проект, действительно, они требуют непосредственного там личного участия, где-то сбор подписей вот на первом этапе, ну, я должен сказать, если вы посмотрите наше интервью с Людмила Николаевна и Шлипугиной, там прям первым этапом это сбор подписей, и, собственно говоря, этот сбор подписей, он и раньше был, да, и я лично сам ходил по квартирам и, ну, будем говорить, агитировал, да, и собирал подписи с жителей за то или иное благоустройство. Кстати, что касается подписей, опять-таки, по-моему, это нововведение этого года, что для того, чтобы прошел проект, дальше на рассмотрение он должен быть размещен в социальных сетях и должен набрать определенное количество репостов. Вот тут, на самом деле, очень интересный момент. С одной стороны, можно собрать тысячу подписей на бумаге, да, и как бы показать, что люди заинтересованы там в реализации какого-то общественного пространства или какого-то благоустройства. Но, с другой стороны, правительство области устанавливает такой критерий, что покажите, пожалуйста, как ваши люди активны в соцсетях, и так как сейчас, ну, большой процент пользователей той же социальной сети ВКонтакте, насколько эта проблема важна всем остальным, вот, и насколько действительно поддержка, и люди готовы активно вовлекаться в эту работу по распространению информации. Тут убиваются двузайцев. Первое, мы смотрим, действительно ли проект поддерживается, второе, распространяется информация о том, что есть такой проект вам решать, и люди все больше и больше о нем знают, и больше и больше вовлекаются в эту тему. Но там планочка вообще невысокая поставлена, 100 репостов, насколько я знаю. Ну, ты знаешь, это достаточно серьезная, с моей точки зрения, планка. Вот в этом году мы, общаясь с департаментом городского хозяйства, у меня есть действительно большой проект, разработанный, именно там проект на документацию, сметы и все, но я понимаю, что этот проект касается трех многоквартирных домов, и только них. И это, к сожалению, старый жилой фонд на проспекте Ленина. Я понимаю, что вот если мы говорим про интернет-голосование, то вот их вот этот, по сути, закуток, для всех остальных он не имеет никакого значения. Давай остановимся немножко на твоем проекте. Ты не зашел вам решать, но есть другие программы благоустройства для альтернативных проектов. Да, то, что касается благоустройства, действительно, наш город, вот за те, сколько, 7,5 лет, что я являюсь депутатом, это предыдущий созыв и действующий, действительно, мы оттолкнулись от чисто депутатских, в кавычках, будем их называть, средств, которые выделяются ежегодно из бюджета города. Все эти 7 лет, это 500 тысяч, да? Да, это вот 500 тысяч. И сейчас мы пришли к тому, что в городе уже реализуются 3 или 4 крупномасштабные проекты. Это и, во-первых, само благоустройство, о чем мы сейчас говорим, по 500 тысяч на округ. Это проект вам решать, это формирование комфортной городской среды, это различные гранты по малым городам, которые город выигрывает. Но там это уже на большие проекты, будем говорить, такие серьезные, как парк, набережная, парк Сосина, то есть там, где суммы исчисляются уже десятками миллионов рублей. Мы взяли этот проект в формировании комфортной городской среды. То есть я надеюсь, что там он будет реализован, потому что средства там, проект большой, средств городского бюджета на него не хватит, тем более, что он охватывает, будем говорить, один двор. И ФКГС дает как раз такую возможность, но там проще с точки зрения вот этого всего голосования и так далее. Но они будут идти параллельно. То есть будет идти параллельно голосование, вот это интернет-голосование на портале правительства области. Кстати, я приглашаю вас, и не упустите этот момент. Обязательно найдите возможность проголосовать за любой проект, который вам понравится, из проекта вам решать. Если живете там в соседнем дворе, или может быть этот проект реализуется в соседнем портале, но вот обязательно надо проголосовать, потому что каждый голос, он единственный, можно один голос, один проект. Но он каждый важен, потому что планка отсечения очень высокая. И да, у нас есть проекты, которые не прошли из-за отсутствия голосов на вот этом портале. Ну и ФКГС будет голосоваться также в этом году. И будет это идти параллельно. И везде нужно ваше участие. Я вас призываю, будьте активны. Только благодаря вам и вашей активности город реализует проекты благоустройства. За счет привлечения средств федерального и областного бюджета. Да, то есть чем больше мы проявляем активности, тем больше город получает на благоустройство. Все очень просто. Мы муниципалитет, мы все люди, которые живут в конкретном городе. И абстрагироваться от проблем города, даже если, а, это на соседней улице, нет, нельзя. Еще одна тема, которую я предлагаю тебе обсудить, это встреча предпринимателей Нижегородской области с замгубернатора Сергеем Морозовым. И я знаю, что ты, как депутат городской думы, тоже ездил в Нижний на эту встречу и представлял, в том числе, интересы Саровского бизнес-сообщества. Встреча была открытая, и любой желающий мог туда заявиться. Поэтому я решил, почему бы и нет. Тем более, что ехали наши коллеги, бизнесмены наши городские. И некоторые вопросы осветили с точки зрения восприятия правительством области Сарова, в первую очередь. Потому что, с моей точки зрения, это мое сугубо личное мнение, правительство не всегда, как бы из-за особой статусности нашей, закрытости, вот это ЗАТО, Росатом, ВНИЕФ, какой-то, знаешь, такой внутренний мир наш тепличный, правительство не совсем понимает, какие процессы здесь происходят. И с их точки зрения, вроде бы все должно быть нормально, да, но происходят различные такие интересные административные практики, которые не совсем ложатся там в их, ну как, модель мироздания. Потому что у нас есть еще закон ОЗАТО. Да, 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 да. Как раз вот именно в преломлении него не всегда у них понятно, как все это работает. И на самом деле, да, проблема там поднимались совершенно разные. Предприниматели были со всей области, и вопросы были, ну, банально, индивидуальные предприниматели с вопросом о том, что у нас затапливают подвал в магазине, который находится на квартирном жилом доме, а местное управление ничего не делает. Ну, то есть, масштаб, да, вопрос заместитель губернатора области достойный. Это сарказм. Это сарказм, да. Но тем не менее, да, то есть, видимо, люди не нашли другой возможности и иной инстанции, которая бы помогла им решить этот вопрос. Ну, давай к нашим вопросам, да. У нас, на самом деле, есть определенные ограничения для бизнеса, и все о них уже давно говорят. Бизнес второй вести сложнее, чем на большой земле. Очевидно, да. Первое – отсутствие возможности свободного въезда в город, и все из этого вытекающего. То есть, это невозможность привлечь сюда работников, специалистов, да просто даже разнорабочих. Второе – это доставка грузов, да, их проверка и там возможность въезда транспортных компаний и так далее. То есть, это все накладывает свои ограничения. Третье – это ограничения с точки зрения имущественных прав. То есть, ты не можешь владеть землей в городе, ты не можешь продавать свободную недвижимость в городе, да, тебе нужно специальное разрешение. Коммерческую, мы сейчас говорим про коммерческую. Да не только коммерческую, ты и жилье не можешь продать человеку извне, только по согласованию с госкорпорацией Росатом и с администрацией города. То есть, эти все ограничения наложены законом ОЗАТО. И, на самом деле, да, создавая коммерческую недвижимость, например, да, вот построив коммерческую недвижимость, непонятно, будет ли возможность продавать ее. То есть, спрос внутри города ограничен. И не только спрос на коммерческую, вообще спрос ограничен в городе. Если мы говорим, например, вот пример Арзамас, да, то туда, в Арзамас, может приехать покупатель или потребитель слуг со всего района, да. И это не только город Арзамас такой же, статысячник, это и весь район туда ездит. И покупать, и потреблять услуги, там, банально, там, ну, стопатологическая клиника, да. То есть, вот все деревни едут лечить зубы, там, тут же Арзамас, например. Потому что в Саров приехать не могут. Да, да, но, а вот наша округа в Саров приехать не может, чтобы потребить высокое качество, надо признать, да, высокое качество услуг, но они сюда попасть не могут. Соответственно, и конкуренция страдает. Потому что и бизнес ты здесь создать не можешь, да. И высокие цены на саму недвижимость коммерческую тоже подталкивают. Высокие цены на жилье и так далее. То есть, все это накладывается таким слоеным пирогом и вести, а, ну, и началось-то все, на самом деле, с поднятия налогов. Ну, то, что мы с тобой обсуждали. И вот, начиная с октября-ноября прошлого года, вот, Саров активно появляется в повестке у областного правительства со своими предпринимательскими проблемами. То есть, это и поднятие налогов, где кадастровая палата там не разбирается, да, что там малая коммунальная дорога и проспект Музруково – это вообще-то не одинаковые дороги, да, или там улица Димитровая и улица Московская. А считают, как центральная улица города. Ну, банально от такого, да. И, на самом деле, вот, подвешиваем некоторые вопросы, проблемы, посвящаем их в эту проблематику на всех уровнях. И процесс, я думаю, будет двигаться сейчас в сторону все-таки корректировки закона АЗАТО. Но здесь понятно, что он уже с 92-го года действует. Он уже, да, потерял свою актуальность во многих пунктах наверняка. Ну, наверняка, да. Да, то есть, вот, представьте, закон принятый в 92-м году, его как-то меняли, меняли и доменяли до того. Две разные страны, 92-й и 2023-й. Да, и если цели и задачи в 92-м году стояли сохранить и не допустить, да, растаскивание имущества, земли и прочего, да, внутри закрытых территориальных образований, где действительно важные стратегические объекты находятся, то сейчас цели и задачи немножко другие. Да, есть определенная повестка, там, общемировая, да, наша, как бы, текущая ситуация со специальной военной операцией. Надо понимать риски и сохранить ту безопасность, о которой мы говорим. Но все-таки давайте идти в сторону цивилизованного мира, да, и цивилизованного ведения бизнеса и предпринимательства. Очень интересная инициатива тут возникла у вас в недрах Думы. Один из депутатов предложил перенести автостанцию тупиковую в другое место в какое-нибудь, а на этом месте этой автостанции организовать парковку для сотрудников в НЕФ на 500 машин и мест. И вот такая неоднозначная, я бы сказала, инициатива, давай ее обсудим. Мне кажется, история требует назвать автора этой идеи. Называй. На самом деле идею предложил председатель комитета по экономике и развитию предпринимательства Крот Андрей Михайлович. С моей точки зрения идея, ну, странная. Но она не нашла поддержки, будем честными. Я не увидела ни одного человека, который бы поддержал инициативу. Знаешь, да, то есть однозначно их возгласов, да, давайте, нам надо это срочно, действительно не было. Но была хорошая дискуссия, да, хорошее рассуждение на тему, а куда, зачем и почему. То есть все-таки вопросов очень много, и ограничений огромное количество, и позиции разные у всех. И там администрация уже высказала свое мнение, и приходил Сергей Иванович Лобанов, он как бы там подтвердил, да, вот. Все перевел на цифры и сказал дорого. Переносить дорого. Ну, слушай, вопрос недороговизны. То есть если мы говорим про деньги, да, то, ну, будем говорить, что это вторая проблема деньги. А первая? Первая проблема – это зачем? Ну, то есть надо разрешить вопрос. Не хватает парковок. Ну, с моей точки зрения, это неправильно. Почему? Так думать. Объясню почему. Мы всегда в этом вопросе действуем в рамках прямой логики. Ну, то есть больше машин, надо больше, там, шире дороги, надо больше парковочных мест, надо, значит, развивать транспортную инфраструктуру для автомобилистов и так далее, там подобное. Все это порождает замкнутый круг. И это, кстати, очень важно, что становится на какой-то короткий промежуток времени легче и проще пользоваться личным транспортом. Значит, люди выбирают, так сказать… Личный транспорт. Да, выбирают. Чаще пользоваться. Да, личный транспорт. Становится им еще больше машин, требуется еще больше транспортной инфраструктуры, еще шире дороги, еще больше парковок. И этот замкнутый круг будет повторяться вновь и вновь с определенным циклом временным. И вот, кстати… И каждый раз мы будем в это утыкаться. В поддержку твоей позиции хочу сказать, что очень многие большие города, они как раз идут в сторону ухода от личного транспорта. Это развитие каршеринга, очень удобная вещь. Москва, Сочи, они уже все пересели на карши, и это очень удобно. Потому что ты не думаешь о парковке, о плате парковочных мест, безопасности автомобиля. Ты просто в определенных местах оставляешь машину, а потом точно так же через мобильное приложение выбираешь и едешь. Мне кажется, для маленьких городов это так себе решение. Маленькие города идут по пути развития общественного транспорта. Должны, по идее. Да, и очень многие это выбирают. Они перестраивают, пересматривают сети, потому что, ну, действительно, это когда твоя работа не связана с постоянным передвижением по городу, когда ты приезжаешь к восьми и в пять встаешь и уезжаешь, а машина просто как бы весь день стоит под окном. И когда от твоего дома до места работы можно доехать на автобусе, то смысла нет вот эту машину чистить, разогревать, ехать, искать парковочное место, парковаться. Потом снова ее прогревать, чистить, ехать, у дома опять искать, где припарковаться. Мне кажется, на автобусе дешевле и быстрее. Если развита опять-таки сеть общественного транспорта. Ну, вот тут как раз уже мои умозаключения на эту тему касаются следующего, что создавая благоприятные условия для автомобилистов, мы, по сути, угнетаем общественный транспорт. Потому что никогда не будет достаточно широких дорог, никогда не будет достаточно парковочных мест. Будут пробки, эти же автобусы с теми же людьми, которые едут на работу. А у нас, ну, пробки, это не Москва, да, это не те пробки, о которых надо говорить, хотя все о них говорят. Уличные пробки, там, от традиции до первого завода, там, ну, все представляют, кто в НЕФе работает, как это выглядит. Автобусы стоят в них же. Люди стоят по 30-40 минут, чтобы доехать из нового района на 21-ю площадку или, допустим, там, в сторону первого завода. С моей точки зрения, нужно действовать в обратной логике, да, действительно не улучшать условия для автомобилистов, а улучшать их для общественного транспорта и всеми возможными доступными методами и средствами. Это и количество и качество автобусов, их расписание, да, постановка цели в первую очередь. Какая должна быть цель, чтобы человек пересел в общественный транспорт, в автобус, да, с утра, там, выйдя в 7.30 из дома, чтобы попасть к 8 утра на работу. То есть, какая должна у него быть цель? Нужно ли ему детей отвезти в сад или в школу, да, должна ли этот сад и школа или место, да, для ребенка быть рядом с домом? Или, как у нас сейчас, да, вот один из аргументов против, например, использования общественного транспорта, это то, что, а вот надо детей отвезти из нового района в старый детский сад, а потом уже ехать на работу. Ну, у нас вообще-то закон построен так, что дети должны ходить в детский сад рядом с домом, вот, и там много, на самом деле, нюансов. То есть, нужно, на твой взгляд, взять инфраструктурную карту города и продумать, как будет развиваться и меняться сеть общественного транспорта? Идеально, да, я говорю, что, да, Горавтотранс должен быть способен обеспечить это транспортно, да, то есть, второе, нужно иметь возможность добраться до работы за 15 минут. У нас небольшие расстояния, 15 минут поездки от традиции до тупиковой, это реально. Вопрос только, какие методы и средства мы для этого выбираем. Если мы создаем новые парковочные места на 500 машин и мест, забудьте, этого никогда не будет. Город будет всегда стоять в утренней и вечерней пробке. Они будут только увеличиваться. Да, и они будут только увеличиваться. Причем, понимаешь, дальше больше. Это переносим тупиковые, да, это расходы Горавтотранса на под... Автобус приехал на тупиковую, высадил людей и поехал в отстойник. То есть, тот, который вот придумывается, да, предлагается сделать. То есть, он дополнительный километраж катает, дополнительные пробеги, количество... Сеть увеличивается, да, увеличиваются расходы... Это то, что администрация говорит, не я. Увеличиваются расходы бюджета на контракт, да, потому что платится за километраж. И так далее, и тому подобное. Дальше. Больше людей выбирает личный транспорт... И меньше едет на автобусе. Меньше доходы Горавтотранса. Горавтотранса получает дополнительные расходы на это перемещение, плюс получает меньше трафика. Пытаясь решить локальную проблему возможности парковки людей там... Личного автотранспорта. А посмотрите, мы же едем по одному человеку в машине. И действительно там приезжают, чтобы поставить ее на стоянку, чтобы она целый день там стояла. Домой приехали, поставили как можно ближе к подъезду. Вот надо запарковаться прямо, чтобы вот вышел из машины и сразу в подъезд зашел дома. Подводя итоги, парковки на 500 мест быть или автостанция никуда не берется? Ну, у нас, как обычно, в любых сложных вопросах... Создавай рабочую группу. Создавай рабочую группу, да. Поэтому создали рабочую группу. Я надеюсь, эта инициатива там и умрет. На этом все. Увидимся с вами в эфире канала 16. Пока-пока. До свидания.